что за шум такой что за праздник за спиной это бал ослов мы находимся на ферме мартиничи недалеко от дани лавграда честно говоря впервые приехали место я вижу уже атмосферное людей детей очень много главное тепло и пахнет едой и глинтвейном она местечко само чем замечательно она позитивная мимишная находится ферма здесь 2015 года принимает посетителей не только под новый год а еще и по воскресеньям так что можете приехать тоже с детками посмотреть осликов смотри он сейчас будет воровать ферма открыта для посетителей круглый год но только по воскресеньям с 10 утра до 13 дня учтите что от паркинга нужно пройти будет два километра пешком а в качестве оплаты на ферме принимает морковку и яблоки для животных тут можно не только погладить осликов а еще арендовать апартамент если вы хотите вот помочь на ферме и не боитесь грязной работы также можно купить ослиное молоко и даже крем оба этих продукта супер целебные но и не дешевые пойдем смотреть что здесь есть и что можно купить а что съесть о-о-о наливают апельсины красивые несмотря на очень классную атмосферу мы к сожалению пропустили две вещи это новогодний концерт классической музыки и вкуснейшие пончики правда позже мы встретили хозяина фермы и он угостил меня тыквенным супом дарка рада приветствовать вас как вам пришла идея организовать новогодний балл с осликами это уже седьмой балл по счету первый был в 2015 году когда только открылась ферма я назвал это новогодний балл со слами а все окружение как и моя семья говорили мне да ты сумасшедший дурачок какой еще балл со слами и первый год мероприятия постили аж 350 человек а я тогда ничего подобного не организовывал думал на первый раз просто попробую а людей пришло 350 а в следующем году 900 а после 1800 и так далее за эти годы ферма ослика в мартиниче привлекла более 100 тысяч посетителей ослы многие века в черногории были главными помощниками в трудной жизни черногорской деревне но за последние десятилетия они проиграли битву с техникой и машинами и дарка савельич как ярый экоактивист основал ферму с желанием защитить от вымирания животное являющийся частью природного и культурного наследия страны баллы и вечеринки не могут быть только в городах на площадях могут быть и все я хочу показать пример что деревенский туризм это прекрасно а вы можете этим зарабатывать и жить за счет фермы я орнитолог профессионально занимаюсь наблюдением за птицами а это ферма ослов для меня ментальная терапия но это хобби превратилась в серьезную работу и сейчас фермы на самообеспечение все что им нужно ослики сами себе зарабатывают на еду на ветеринара тут круг замыкается сколько у вас ослов сейчас около семидесяти а начинал я ферму всего с двух дрины и марта дарка классное у вас занятие спасибо вам за этот балл за интервью мы до свидания еще увидимся и а и и и и Субтитры подогнал «Симон»!